В течение прошедшего лета специалисты отдела фитосанитарного надзора устанавливали ловушки в лесах региона для выявления опасного карантинного вредителя сибирского шелкопряда. Выводы неутешительны. Шелкопряд облюбовал леса в 29 районах нашей области. Подробности в сюжете. Опасный вредитель прежде всего повреждает около 20 видов хвойных пород. Предпочитает лиственницу, кедр, пихту, реже сосну и ель. Применение феромоновых препаратов считается одним из современных способов обнаружения вредителей, которые позволяют обнаружить очаги поражения. С помощью ловушек могут быть установлены новые участки расселения насекомых на ранней стадии. Сотруднику фитосанитарного надзора приходится расставить до 200 ловушек на расстоянии 500 метров друг от друга. Поэтому работа очень масштабная и непростая. На сегодняшний день было установлено и снято свыше полторы тысяч феромонных ловушек на всей территории Кириллской области. Сибирский шелкопряд способен самостоятельно расселяться и занимать все новые территории в результате миграции бабочек. Гусеницы поедают хвоинки. При нехватке пищи могут съедать кору тонких побегов и даже молодые шишки. Значительная часть лесов после нашествия шелкопряда не восстанавливается. Все собранные ловушки отправляются в лабораторию, где проводятся исследования пойманных видов. Впервые сибирский шелкопряд был выявлен в 2011 году и сегодня можно говорить о том, что сибирский шелкопряд облюбовал леса Кировской области. Это реальная угроза нашим хвойным лесонасаждениям, лесопосадкам. То есть, если даже у нас получится, что они поедят хвою, растения ослабляются, ослабленные, и на смену уже хвойникам пойдут просто лиственные леса. Основной способ распространения сибирского шелкопряда – это естественное расселение, однако возможно распространение с помощью перевозки древесины автомобильным транспортом. Чтобы избежать этого, специалисты Россельхознадзора рекомендуют при вывозе хвойных пород за пределы региона проводить обеззараживание древесины. Михаил Конышев, Владимир Подлевских, Вести, Кировская область.